Всем привет, вы слушаете Лёшу Халецкого, и это уже шестая серия прохождения на последнем уровне сложности на божестве, дополнение Seedmare Civilization 6 Rise and Fall. Играю за Корею, всё в принципе неплохо, идём по науке, ну не впереди всех, но тоже ничего так. И, во-первых, мне в комментариях написали, что бонус от соседства действует на савоны, то есть вот эти 4 науки он даёт, а будет давать 8. То есть сейчас вот через один ход мы это проверим на самом деле, попробуем вставить. Кроме того, я понял, что мне надо ещё хвачхи мои открыть, вот тут порох, хвачха тут совершенно недалеко осталась. Так что после индустриализации я постараюсь открыть порох и, хотя даже может, может быть даже сейчас это сделать, потому что там 6 ходов будет, а тут ещё надо апнуть мои арбалеты, арбалеты будут апаться в хвачхи. Да, видите, вот они именно хвачхи апаются, то есть я могу апнуть и, собственно, пойти Кабул тогда захватывать. Так что пойдём хвачхи сейчас открывать, ну и пробовать бонус за соседство получать. Конечно же. Так. Я вот думаю... К индусу ещё отправить караванчик из Кванжу, например. У меня мало культуры, откровенно мало. Поэтому... Да, если вы смотрите не сначала, то рекомендую всё-таки к первой серии перейти. Так, здесь я хочу этот холм обработать. Тут я апельсинчики хочу обработать и поторговать с кем-нибудь. У кого тут... Ну, дружбы он со мной не будет. Так, ртуть я с ним уже и так торгую. Зулус, наверное, не будет со мной торговать. Ну, точнее, будет, но 17 золота в ход это... Это интересно, тем более, что шёлк я скоро получу и так, поставив город. 12 золота в ход. Тут 12. Что-то чувак как-то много хочет. Не. У меня пока со счастьем вроде неплохо. Для того, чтобы прям так... Хотя 75... 75 золота в ход. Так, здесь... Я думаю, вырубить здесь лес или оставить. Чтобы хоть какое-то производство было. То есть, у нас тут, в принципе, есть территория для всяких ферм. Здесь торговец совершён. Ну, вот савон... Вот здесь надо, видимо... Его строить. Потому что здесь будет 3 всего. Ну, маловато. Откровенно. Так. И что у нас с великим торговцем? Сейчас я закончу инвестиции в центр коммерции. Очередной город-государство. Побеждён. В чехоне не хватает жилья. Ну, кстати, тут амбар бы не помешал. На самом деле. Ещё и фороский маяк кто-то построил. Ну да, вот здесь надо... Хвачхами кабул захватывается, я думаю, весело. Апельсины просто так. Ну, 5 золота в ход нет. Это, пожалуй, нет. Грузия основывает Зугдиди. А я всю Грузию кста... Блин. Вот скат. Так, надо плыть как-то. Оплывать, наверное. Делегамеш выносит предупреждение Чахе. Чаки. Постоянное посольство в Терсии. Это только, потому что он берет серьезно, что боги сделали для веселого. Стоп. Персия. У нас тут Персия есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, ну да, ещё две новые нации и Персия, видимо. Значит, три рандомные методы нации. Так. Значит, во-первых, ставим бонус. Где тут бонус от кампуса? Вот. И пока возвращаем... Хотя, вообще, наверное, пока оставлю скидку. Тут два хода дохвачьи. Во-первых, во-вторых, не надо вот ещё эти... улучшить арбалеты... Ээээ, лучников. Так. В хатусу. Да, восемь науки. Тут шесть науки, действительно. То есть я вот так вот поставив эту карточку, получил, считайте, четыре, восемь, двенадцать... Пятнадцать, науки, вход. Просто вот на ровном месте. Так, здесь мы купим клетку и обработаем. Мрамор. У нас тут плюс три довольства должно быть. Отлично. Просто здорово. Ну и давайте, наверное, торговую республику открывать. Нужно уже более современное правительство. Всё-таки. Так. Отводим... Арбалеты для апгрейда. И надо мне обработать селитру, чтобы апать дуболома в мушкетёра. Или кто тут у нас? Да, мушкетёр. То есть арбалеты будут обстреливать кабул, мушкетёр захватывать. И вот у меня семь городов будет. Так, а куда это вот эта армия выдвинулась? Я, правда, уже её не боюсь, потому что, открыв порох, получив мушкетёра, у меня будет сила городов 55 примерно. Хотя он пытается... Может, он попытается сейчас мою столицу атаковать? Ну за два хода он не успеет начать, а я успею в хвачхе апанч. Ну фиг знает, он меня ещё не осуждал. Ну сейчас мне тут сулусы и индусы скажут, типа, не селитесь рядом с нами. Я скажу, да, они будут, потому что я там и не собираюсь больше селиться. Такая будет история. Так. Как нам тут лучше поступить? Кстати, смотрите, вот здесь почему-то фермы... А, дают бонусы, дают. Я показал, что не дают от салона, но на самом деле дают. Так, тут гипс обработан. Давайте, наверное, тут шахту построю. Не хватает дороги между Сеулом и Янсаном. Блин, я зря, наверное, сюда пошёл. Давайте этого вернём вот сюда и посолим тут две фермы. А потом можно ещё лошадей обработать. Так, вот сюда надо идти вырубить. Хотя давайте я по дороге здесь ферму поставлю. А потом сюда пойду вырублю лес и ещё ферму. Так, а что в столичке? Холмы рядом с рекой пока невозможно ферму поставить. Ну ладно, давайте рудник. Вместиции в центр коммерции успешно. Всё равно... Всё равно Шотландию не догоняю. Давайте ещё. Здесь строители завершены. Амбар. Так, давайте посмотрим по росту. Здесь город растёт отлично. Здесь растёт. Здесь вот амбар надо построить. И он будет расти тут. Ага, тут ещё надо что-то. Строители завершено. Вот тут нужна промышленная зона. Да, и придётся на этом холме, видимо, строить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хотя можно вот здесь. Никаких бонусов не будет. Мне надо на холме. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, да. Раз, два, три, четыре. Ну, правда, на этот город отсюда будет влиять. Так, что у нас тут по силе? Ну, не так, чтобы... Опять. Опять он меня... Говорит, что у меня ложь. Я что-то ворую, хотя... Даже не рядом. Во. О, шотландцу начало нравиться, какие у меня технологии. Отлично. Позволяю основать. Может, и Мекати посольство пооснулось. Надо глянуть, где я это могу сделать. Ну, сейчас я посмотрю, во-первых, сколько стоит апгрейд юнитов. Для начала. Запретный город. Чудо природы нашла Индия. Так, плачка стоит 25, отлично. А этот 75. Ну, здорово. Вообще, вообще недорого. Так как я... Так как это мой уникальный юнит, видите, аж плюс 4. Мы впервые подготовили уникальный юнит. Отлично. Так, что тут с посольствами? Предложить продлить союз. С индусом. То есть, я могу заранее вот этому отправить делегацию. Прикольно, что у меня союз, но даже еще делегация к нему. О, и союз с Гильгамешем продлен. Так, что у нас? Шотландец не хочет пока. Никакой дружбы, нифига не хочет. Так, у Гильгамеша те же апельсины, что и у меня. Ладно. А у Мапучи что? Ну-ка. 70 золота в ход. Да, да. Мне же это так надо, что прям... Нарезные стволы продвинулись. Я могу теперь мушкетеров без военных лагерей строить. Так, сколько у меня арбалетов осталось? Не апнутых один арбалетчик. А вообще... Ну, блин, надо идти к обоу брать. Сейчас прям ему войну, наверное, я объявлю. У него... Просто мне не надо двигаться хвачкам. Единственное, вот, минус хвачки, как я понимаю, это то, что они вынуждены двигаться. Не могут стрелять, если двигались. Так, пойду, наверное, к этому городу рабочим обрабатывать. Так, еще... Янтарем могу торговать. Мастерская завершена. Банк, театральная площадь... Ну, театральную площадь надо в столице будет построить, потому что у меня тут бонус, опять же, к культуре и к науке. Тут мне говорили, что я строю строителей не в том городе, где сидит губернатор. Ну, я строил там, где была возможность, на самом деле. А тут вот губернатор что дает? Все подготовленные в этом городе строители получают плюс один строительный заряд. Ну, давайте еще здесь построим. Так, савон завершен. Амбар нужен. И дальше... Ну, дальше в индустриализацию пойдем. Все-таки... Достроим. Так, и мне надо... А, я уже могу грузиться на корабли, поэтому где тут мой... Да. Вот он. Грузится на корабль, и поплыли этого шотландца гадкого поплывать. Мешается только нам. Ну, обалдеть. И дает мне лошадей, главное. Дай мне лучше вот... Хочешь в эти два ресурса, и 50 золота. Оскорблен. А у меня все норм, да? То есть ты у меня два ресурса требуешь. 50 золота в ход. Полностью обалдевший этот мапучи. Ну, вот тут оливки у меня закончили. Нет, я ей точно не дам. Так, давайте смотреть. Вот так, просто один на один. Может, ты мне еще золото дашь какое-то? Ага, два золота в ход дает. 30. Много, да? 10. Ну, давайте так. Эту сделку я приму. Грузия. Вот нафига мне сообщают в Слуке о том, что я сам сделал. А, я... Ой, забавно. Смотрите, кто-то из моих союзников объявил войну Чингисхану, и, соответственно, я ему тоже объявил войну. Вопрос только кто. Ну и... За встречу с Монголией, а то, что встреча произошла за счет войны... Гильгамешу. Чингисхан объявил войну Гильгамешу, и, соответственно, я объявил войну Чингисхану. А... Рим, смотрите, потерял город из-за низкой лаянии. Причем, свой город потерял Медиалан. Это римский город. И это вольный город, он стал вольным. Прикольно. Интересно, что там... Ну, я могу предположить, что Мапуча очень сильно влияет. У Мапучи там какие-то бонусы на лояльность есть. Так, тут мы обработали. Вот здесь надо вырубить лес и построить ферму. Так, Чингисхан. Осталось Персию встретить и... Нидерланды. Так, здесь мы очередные инвестиции в коммерческий центр сделали. Давайте еще сделаем. Этого преимущества явно недостаточно, чтобы шумеров обогнать. Не шумеров, а шотландцев. Тут лесопилку организуем. Так, так, так. Ну, надо фермы, конечно, делать, потому что... Иначе роста не будет. Хвачха. Ну что, объявляем войну Кабулу. Город сначала поставлю. Первое поселение на другом континенте, я за это очки получаю. Прикольно. Так, и... Амбар завершен. Надо расти. Университет... Не знаю, не знаю. На что у нас тут... Рейна, это вообще на что у нас губернатор? Финансист. Город быстрее получает новые клетки. Да, хвака назначаем... В Сан-Джу. То есть он тут у меня будет, если что эти ребята захотят на меня напасть оттуда. Ну тогда тут банк строим, если он у нас финансист. Хотя я же на науку, давайте в университет. Рабочих к Сан-Джу ведем. Тут амбар тоже сделан. Тоже на рост переключаемся. Ну, надо все-таки монумент. У меня вообще очень мало культуры. Очень мало. И надо это как-то восстановить. Великий Зимбабве. Знаете, я попробую его построить. Хорошее чудо на караваны. Так, здесь, 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 здесь. Наверное, монумент надо расти. Так, заберем нефрит. Сразу заберем. Пока не буду тратить деньги. Но пшеничку хочется забрать. Так, ну что, объявляем войну Кабулу. С Чакой у меня и так плохие отношения. Ну, как здорово. Хвачха работает. Так, тут четыре хвачхи у меня. А всего у меня их шесть. Интересный вопрос, хватит ли захватить Кабул. Давайте, наверное, я еще одну поведу. А я тут выкину всю. Сейчас, наверное, Чака будет возмущаться, что я его город атакую. Интересно, где Чингисхан? Че-то он тут так возмущается. Считает меня милитаристом, потому что я Кабулу войну убью. Вообще, вот этот компьютер офигевший. Они все захватывают города, государства вообще без проблем. Нет, вот на свинке. Нет, подожди, во-первых, мне не нужен... Я не буду тебе давать 15 золота в ход на свинок. В принципе, соглашусь. Это нормально. Тут он кто-то 70 золота в ход предлагал. И сейчас тут еще возмущается чему-то. Империя Мауриев, Чандрагупта. Это что у него за шумер исследовал массовое производство? Ну, я тут недалеко от него. В принципе, Антону Нариву грозит осады. Еще одного. Ну, снижается лояльность, но это не страшно. У меня туда бежит губернатор. Видите, тут еще до революции очень далеко. Интересно, конечно, было бы на Медиаланум посмотреть. А, ну вот он. Вот. А нафига так Рим поставил город, что лояльность... Конечно, от шумера высокая лояльность идет. Так, тут рост. О, Антиохия. А вот и торговый город-государство встретился. И вот что они теперь будут давать? Значит, этот уровень от каждого рынка, а этот от каждого банка. Ну, здорово. Это, конечно, все прикольно. Это вот это мне больше нравится, такой вариант. Причем, то, что до этого было просто от каждого района и все. Так. Делаем вот... Так, фирму. Напомню, что видео выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Они недавно сделали большое обновление, выпустили общий космос, теперь очень много игроков находится в одной галактике, в одной вселенной, лучше так сказать, потому что там у каждого такая галактика большая. Загляните на сайт console.war.ru, и если зарегистрируетесь и решите играть, то введя кодовое словосочетание «Леша играет», получите некоторую прибавку к вашим начальным стартовым условиям. Индиакампус в Дели построил. Надо вообще посмотреть, как там по науке, кто как идет. Григамиш выносит предупреждение Паун Дмейхера. Люди могут иметь модель «Ти» в любой цвет, так как он черный. Мы не будем сценивать от исследования. И конец всего... Меняем правительство на торговую республику. 10% золота во всех городах здесь нужен губернатор. Ну, офигеть. Отлично. То, что надо. Так. Эту карточку убираем. Возьмем, наверное, содержание юнитов. Знаете что? Возьму на один ход, опять же, первый посол. Я хочу в тот... Видите, у меня появился один посол. Я хочу его в торговую... в торговые горы государства отправить. Так. По-моему, в театральной площади действующие губернаторы с тремя и более повышениями. Только один такой, по-моему, есть. 15% скорости роста городов. Создание поселенцев. Ну, возьму, опять же, строителей, пожалуй. Уменьшает стоимость покупки клеток. Науки и культуры от международных торговых путей. И вот это, наверное, надо взять. Плюс 2 к жилью. Вообще, жилья у меня нормально. Да, давайте торговую конфедерацию возьму. Плюс 2. Ваша цивилизация применяет форму правления второго уровня. Плюс 2 к счету эпохи. Ваш народ. Культурное развитие возрождения. Я первый в возрождение вышел или что? Да нет, я не мог первый выйти в возрождение. Так, отправлю, значит, посла. И у меня тут 2 сразу сидит, да? Да, отлично. Это очень хорошо. И Антиохи, что хочет? Гавань. Гавань я не смогу ее создать, извини. Меркантилизм. Да, я торговца пытаюсь получить. Торговый путь в Хатусу я тоже не могу. Вот всадников бы создать на самом деле. Для всадников мне надо вот эту клетку присоединить и обработать. Так, высажусь, пожалуй. Еще 2 нации не найдено нами. Еще 2 нации где-то прячутся. По лугам. И холмам. И долам. И долам. Так. Как мы-то будем подходить на холм. Встанем. Этот сюда встанет. Тут тоже холм. Туда этот обстреляет. И этот. Блин. Блин, остался на месте. Вот это я плохо встал. Сейчас мне хвачку могут... Ну, хотя тут слабоватые юниты. Ну, вообще неправильно я. Встал. Так, этот пойдет красители обрабатывать. А этот пойдет нефрит обрабатывать. Промышленная зона завершена. Мастерская. Монумент завершен. Так, водяная мельница. Тут не нужна. Библиотеку. Так, а какие у нас... Что я должен... Эффекты устремления. А. Каждый... Успешно проложенный торговый путь. Кстати, а изменилось. Раньше же торговая республика давала плюс два дополнительно торговых пути. Вот что они заменили. Это, думаю, где мои два торговых пути дополнительных. Ну, и так неплохие бонусы вообще. Плюс 15 производства при создании районов. Раньше такого не было. А куда делись бонусы наследия? Неужели бонусы наследия исчезли? Зря. Это прикольная штука была. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вообще, есть тут бонусы наследия? Или они реально исчезают? Так, чтобы... Что, я тут что-то хотел... Да, я хотел посла обратно вернуть. Поэтому давайте, пожалуй, быстро откроем большую традицию за два хода. Ну, и заодно еще одного посла получим. Так, что у нас тут? Рост. Нет, производство не буду пока ставить. Тут тоже рост. Тут рост. С разницей 8 ходов все равно. Рост. Отлично, мы города прям как на дрожжах растут. Так, меня волнует вот эта хвачха. Потому что ее... Три атаки, как минимум, будет. Странно, что мы в союзе, но мне не показывает... Не показывает, как... Гельгамеш... Ну, города Гельгамеша. Раньше же союз показывал. Может, это на стройках партии надо было где-то поставить. Изящная арка Грузия только что обнаружила. Что это произошло? А, не успели Великий Зимбабве построить. Ну, плюс он-то на Нариву... На сторону... Чингисхана встал. Так, выжил. Выжила наша хвачха. Надо будет промоушен получить. Вау, с одного выстрела убило. Так, тут мы отступим. Так, меняемся листами. Здесь подойдем... И проапгрейдимся. Проапгрейдимся. Ну, губернатор Виктор в Сан-Джу сел. Ну, и тут, видите, уже... Не снижение лояльности, а повышение. Музыка шотландская идет. Вызвать вдохновение для социального института гуманизм. Гуманизм, по-моему, надо... Да, великого художника. Это я не смогу, к сожалению. Так, что тут у нас с торговцем? Ну, давайте еще... Еще один проведем проект. В столице. На инвестиции в центр коммерции. Ну, просто хороший... Хороший торговец. Я его хочу забрать. Уникальную игрушку. Стан, а теперь он дает одну игрушку. Раньше две давало, типа, можно было этим торговать. Но все равно лишнее довольство никогда не помешает. Так, что у нас с ресурсами? Двое оливок. Все-таки я зря на оливке с Грузии решил торговать. Ну, это же тупо. Вот мне оливки первый раз дает Тамара, и второй раз тоже торгует у меня с этими оливками дебильными. Тупо. Так, рост два хода, один ход. Уже в нищету он говорит, у вас куча денег. Кто вы в нищету скатываетесь? Они, конечно, странные, все эти компьютеры. Блин, а где у нас посольство? Я что-то... Почему они мне все посольства отправляют, а я не могу? Создавать шпионов. А, вот посольство, дипломатическое судно. Ну, да, я помню, что где-то тут было. Не. Мушкетера сложно сейчас будет сдвинуть с места. Так, ставим обратно плюс два влияния. Тут все оставляем как есть. Отправляем посла в Антиохию. Пошло горловое пение индейцев. В Сеуле производства мало, конечно. Здесь равнина. А этот, блин, на холме находится. Давайте, наверное, так сделаем. Красители. Нифрит. Ну, пока повышать. Ну, я уже походил, просто я не могу ее повысить. Так, вот тут я все хочу фермами сделать. А еще мой вопрос, почему у меня так медленно юниты ходят до сих пор. Хотя в возрождении уже дороги должны как-то так нехило работать. А, они у меня все какие-то... Не очень. Так, ну, давайте еще строители. Хм, что-то так быстро у них строится. 157 науки. Так, теперь дипломатическая служба. Ну, и в просвещение, я бы даже сказал, пойдем. Тут дополнительная наука от зданий в кампусе. Плюс 50% при населении города не ниже 10. И плюс 50%, если бонус за соседство с районом не ниже 3. Отлично. То есть, по идее, у меня будет плюс 100% как минимум в Сеуле, в Кенчжу и в Кванчжу. То есть, надо посчитать, что выгоднее. Так, что у нас по науке? 135, 95, 90. Ну, короче, у меня уже больше всех науки вход. И так существенно, честно говоря. Зато по культуре слабовато. Так, мне еще 5 очков. 5 очков. О, как раз сразу даже 2 получил. Ну, я еще вот университеты сейчас построю. Интересно, за что. Вы провожали торговый путь. А, значит, торговый... Вот видите, опять фиговый перевод. Потому что здесь имеется в виду торговый пост. Я, кстати, так и думал, что именно будут торговые посты иметься в виду. Я думаю, что человеческий рейс сделал огромный ошибок. Так, куча всего. Во-первых, мы вышли в промышленную эру. Во-вторых, торговые посты основали. Так, сколько у меня там осталось очков? Ну, в принципе, тут уже можно не беспокоиться, что 71 очко плюс... Ну, то есть, скоро я буду готов к нормальной эре. Дает 12 науки. Давай-ка прокачаем. Ну, неплохо атакует. Очень даже неплохо. Вот сюда мне, конечно, надо мушкетера поставить. Эту хвачку сюда, эту сюда. Тут надо этого арбалета как-то убить. А вот и Грузия, наконец-то. Так, истек с Грузией и с Чандропутрой. Грузия принимает дружбу. И что насчет союза? Мне нравится военный союз. Отлично. А что она постоянно говорит, что ей больно, но приходится с этим соглашаться? Вот это что за такие... И союз у нас был культурный. Ну, там, по-моему, пофигу. Они... Уровень союза в любом случае повышается независимо от того, какой у вас был до этого союз. Каждый из ваших районов производит дополнительные очки великих людей за ход, если из этого города проложен торговый путь к вашему союзу. Это второй уровень культурного союза. Ничего себе. Так, источник угля у меня уже есть. Он, правда, под районом, я так понимаю. Наконец-то дороги усовершенствованы. Блин, а вот с губернатором, конечно, нехорошо получилось. И сколько он тут вот будет? А, он вообще удаленный? Мне придется его заново нанимать, что ли? Серьезно? Ну, это как-то сурово. Укровенно говоря. Так. Во, и Реду будет больше денег давать. Кстати, ни Зулус, ни Индус не возмутились тем, что я тут город поставил, между прочим. Что странно. Веду на дорогу. А вдруг быстрее можно будет двигаться. Надо поставить что-то на производство. Потому что я сейчас буду лес вырубать. Здесь очередное так, 12 очков. Остается 65. То есть 12 очков это ну, ходов 6. Ладно, не буду больше тогда в центрах коммерции ничего делать. Во, могу следующее что-то открыть. мобилизация войск стоит дешевле. Одна один шпион и ячейка шпиона и ну, наверное, разведывательное управление. окрывает карту политического курса торговое наследие. А что... Вообще, вот я помню, в прошлый раз я открыл республиканское там что-то и даже не посмотрел. вот республиканское наследие. Все города с районом получают плюс одно жилье и плюс одно довольство. Ну, это интересно. Это интересно. так, в Кван-Джу, в фабрику. индустриализация открыта. Ну, Мапучи вообще где-то и уже еще дальше находится. Ну, давайте в химию пойдем. Союз второго уровня. Ну, кстати... Истекает через 14 ходов. Смотрите, плюс два. А почему тут плюс два? Потому что я второй раз заключил или что? Тут плюс один. А как вот это влияет? Торговый путь. Ага, тут есть очки. Значит, я был неправ в прошлой серии, говоря, что они тут не скалировали. Торговый путь. Еще один торговый путь из-за объявления войны общему врагу. То есть, вот здесь, по идее, через 18, через 9 ходов примерно должен быть новый уровень союза. Что он даст бонус к очкам послов в каждый город-государство, где союзник является сузиреном. А где Галлигамеш является сузиреном? Нигде. Как здорово. Ну, надо с ним другой, наверное, заключить. Не экономический союз, поменять на какой-нибудь другой. Так, ну, Кабул должен упасть. Кабул должен упасть. Кабул должен быть захвачен. Не будет бонусов у Чаки заодно. Объявляет войну Шумеру. Блин. Ну, и, соответственно, я объявляю войну Шотландцу, но это плохо. Ну, там у Шумера, конечно, со всеми плохие отношения были. Но это очень не в тему произошло. Еще и Рим объявляет войну Шумеру, и, соответственно, я ему объявляю эту же войну. Да. Ваш юнит захвачен но отлично захвачит Винусы. Кабул не может тестировать. Ассердия иммунная исправлена. Блин. Да, Зеба. Зеба. Меня Шумер подвел под монастырь. Я еще, кстати, науки нехило потерял, потому что Хатусом не объявила войну. Печалька. Все чудеса строят. Я одно чудо за игру попытался построить и то не успел. Всадника надо построить, конечно. Надо от Вильнуса отбиваться. Гильгамеш меня подвел. Так, подвел. сюда двигаем. И вот следующим ходом четыре хвачьи по идее могут обстрелять Кабул. Так. Так, так, так. Университет. Ну, вот тут, конечно, военный лагерь бы. Вопрос, в каком месте? Тут или тут? Или вообще тут? Кстати, вот тут, наверное, лучше. Здесь мастерская завершена. Фабрика. Фабрику можно купить? 700. Давайте я монумент куплю. И альбар куплю. фабрику построю. Блин, это еще лагерь варваров появился. Ну, очень в тему. Все очень классно. Хорговый путь проложим. Ну, слава богу, здесь в этой эре я не беспокоюсь, что я в темные века упаду. Блин, рыцари побежали. Надо юниты строить. Надо строить юниты. Гильгамеш меня подставил. Ну, на этом серию завершу. Как раз интересно, смогу ли я отбиться от сразу двух. Я, правда, не думаю, что рим сейчас попрес сверху, но Брюс серьезная опасность. на этом все. Не забудьте заглянуть на console. war.ru Продолжение, я думаю, будет очень скоро. Спасибо, что засорили до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.